Всем привет и добро пожаловать на свежий выпуск обзора киноновинок, где вас ждет два новых хоррор проекта, абсурдная комедия с довольно неплохим актерским составом, а также и нашумевшая драма от Азазеля Джейкобса, которая по всей видимости понравилась всем. В общем жанры в сегодняшнем списке на любой вкус, поэтому я уверен, что каждый найдет для себя что же посмотреть вечером. Я как всегда рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка и хорошего комментария. А новых зрителей прошу подписаться на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски и всегда быть в курсе новинок. Ну а я не смею больше отнимать ваше время, так что присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Открывает сегодняшний выпуск комната на первом этаже. Психологический хоррор, являющийся полнометражным дебютом братьев Эггерс, основанный на одноименном рассказе 2016 года Сьюзан Хилл. В цифровом формате появился 24 сентября. Критикам он понравился чуть больше зрителей, но оценки что от тех, что от других оставляют желать лучшего. Итак, Белинда и Норман переживают потерю своего первенца, но для пары становится настоящим спасением еще одна беременность. Так будущие родители с нетерпением ждут рождения малыша. А спустя некоторое время им приходит мрачная новость о смерти отца Нормана, с которым тот долгое время не общался. А уже после похорон пара решает приютить у себя больную престарелую мачеху парня, взамен получив все ее сбережения. В итоге то, что изначально казалось хорошим и благородным поступком, оборачивается для них настоящим кошмаром. Дальше по списку давно забытые герои. Криминальный триллер-боевик от Джона Своба с Джошем Хатчерсоном в одной из главных ролей. На экранах появился 20 числа и кроме довольно низкого рейтинга от АМДБ пока не успел обзавестись другими оценками. Совсем коротко по сюжету. Закаленного наемника из отряда особого назначения вынуждают вновь вернуться на смертельно опасную тропу, взявшись за оружие. Мужчина должен разыскать свою племянницу репортера, оказавшуюся в самом центре политического скандала. А для того, чтобы все прошло гладко, он собирает команду из таких же старых бойцов. Ну а противостоять им будут не менее опасные и хорошо подготовленные молодые коллеги. Роковая ошибка. Драматический триллер Эми Редфорд, который впервые был представлен в сентябре 2022 года на международном кинофестивале в Торонто. А до цифрового релиза для широкого просмотра он добрался относительно недавно. И тут можно заметить, что критики со зрителями солидарны во мнении и выдают ему в дебюте довольно низкие 30 и 43 процента. А синопсис таков. 16-летняя Анна знакомится на просторах интернета с обаятельным студентом Эриком. Общаясь с ним онлайн, девушка все больше привязывается к парню и в итоге заочно влюбляется в него. А в день рождения героини Эрик делает смелый сюрприз и появляется на пороге ее дома. Тогда-то и становится понятно, что молодой парень уже совсем не парень, а мужчина, который оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал. 9-1-1, что у вас случилось? Здесь человек в маске. Продолжит сегодняшний выпуск «Ночная смена» – хоррор от Алана Скотта Нила, цифровой релиз которого состоялся 20 сентября, с неплохим процентом от критиков на Rotten Tomatoes, несмотря на его скромный рейтинг от АМДБ. Сюжет же расскажет о молодой девушке Нэнси, работающей официанткой в придорожной закусочной, которая расположилась на самой окраине города. В общем, придя на очередную ночную смену, хрупкая героиня внезапно попадает в настоящий кошмар, когда с заходом солнца в заведение пытается ворваться незнакомец в маске. Ну а так как вызвать полицию не получается и помощи ждать неоткуда, Нэнси придется приложить максимум усилий, чтобы пережить эту жуткую ночь. Разбавит наш сегодняшний список «Диван для мамы». Комедийно-драматический фильм, написанный и снятый режиссером Николасом Ларсеном, с довольно неплохим актерским составом, основанный на шведском романе «Мама и Софа» от Еркера Виртборга. Премьера также состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто, правда уже в 2023 году, а вот именно в цифровом формате для зрителей стал доступен относительно недавно. И тут тоже с процентами на Rotten Tomatoes от экспертов со зрителями дела обстоят не очень. Но могу заметить, что там же есть немало и положительных отзывов. Сюжет. Самый обычный день в забытом богом магазине мебели происходит очень странный случай. Дело в том, что пожилая посетительница, присев на один из выставочных диванов, решает больше не вставать и наотрез отказывается уходить. Так-то и начинается одно из самых страшных испытаний в жизни ее троих уже взрослых детей, которым, несмотря на то, что они терпеть не могут друг друга, все же придется объединиться, чтобы решить эту довольно странную проблему, заодно откровенно поговорив со своей матерью. Петля времени. Фантастическая драма от режиссера-сценариста Бернардо Бритто, у которой на основе 31 рецензии имеется неплохая поддержка от критиков на Rotten Tomatoes. Цифровой релиз состоялся 20 сентября, а сюжет расскажет о квантомом физике Зои Лоу, которая умудряется застрять во временной петле. Такие события никак не могут не оставить свой отпечаток на здоровье ученой, вследствие чего из-за этих перемещений во времени внутри у Зои образовывается загадочная черная дыра, которая с каждым днем становится только больше. В итоге главная героиня вместе с одаренной студенткой пытается спасти свою жизнь и разобраться, что на самом деле происходит с ней. Чаще. Криминальный вестерн от Элиота Лестера с Питером Динклейджем и Джульетт Льюис в главных ролях. В цифровом формате стал доступен для зрителей 24 сентября и в своем дебюте получил неплохие проценты от критиков в виде 80%. Действия фильма разворачиваются на западе Техаса, где сестру парня по имени Джек похищает кровожадная банда жестокого убийцы по прозвищу Глотко Билл. Тогда-то парень в полном отчаянии и вынужден обратиться за помощью к известному охотнику за головами Ренджинальду, который, к своему удивлению, становится лидером спасательного отряда изгоев, где его ждут проститутка и сын бывшего раба. Так, собравшись вместе, спасатели несчастной девушки отправляются по следу головорезов, который их и приводит в смертельно опасное место, где царит беззаконие и хаос под названием Большая Чаща. Итак, еще одна комедия в сегодняшнем списке. Между храмами. Фильм режиссера-сценариста Нейтана Сильвера, который стал доступен для просмотра в хорошем качестве также 24 сентября. И в своем дебюте заручился неплохим рейтингом от АМДБ и такими же процентами от критиков на Rotten Tomatoes. А вот зрители там же совсем не разделяют такое мнение и выдают цифры куда хуже. Главный герой, мужчина по имени Бен, является певтом в синагоге. Дело в том, что он переживает серьезный кризис своей веры и похоже на то, что сам не замечая этого, встает на путь разрушения. Герою совсем не просто в этот сложный период жизни, когда в буквальном смысле весь его прежний мир трещит по швам. Но именно в этот момент отчаяния в жизни Бена и появляется его учительница музыки изначальной школы, которая способна расставить все точки над «и» не только в жизни Бена, но и в своей собственной. Все, закончится на нас. Романтический фильм режиссера Джастина Бальдани, основанный на одноименном романе 2016 года Колин Гувер, главную роль в котором исполнила Блейк Лайвли. И тут можно отметить довольно уверенные рейтинги от киносервисов и впечатляющий 91% от зрителей. Правда вот критики совсем не разделяют такой оптимизм и выдают ленте цифры гораздо хуже. Итак, девушка по имени Лили уже давно оставила позади события своего трудного детства и, повзрослев, переехала в Бостон, чтобы осуществить свою давнюю мечту, открыв собственный цветочный магазин. Немного погодя, именно там-то она и знакомится с нейрохирургом Райлом, который изначально кажется очень обаятельным и обходительным мужчиной, но время все расставляет на свои места. И Лили знакомится с другой, менее сдержанной стороной избранника. И вот как раз в этот момент внезапно появляется ее первая любовь. И для главной героини становится очевидно, что ей все же придется сделать невероятно сложный выбор. Ну и хедлайнер сегодняшнего выпуска. Был женат на паре чокнутых. Воспитал пару чокнутых. Его три дочери. Драматический фильм, написанный и снятый режиссером Азазелем Джейкобсом, который появился в цифре 20 сентября. И тут просто нельзя не отметить высокий рейтинг от киносервисов и впечатляющие 98 и 87 процентов от критиков со зрителями. Ну а главные роли в нем исполнили Наташа Лиан, Кэрри Кун и Элизабет Олсен, которые по сюжету и сыграли трех давно разлученных сестер. Дело в том, что им вновь приходится воссоединиться в тесной нью-йоркской квартирке, чтобы по очереди приглядывать за своим смертельно больным отцом, перевезенного в хоспис, а также и попытаться наладить свои собственные, давно разрушенные отношения друг с другом. Вот таким получился сегодняшний обзор, который подошел к концу. Поставь лайк и обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые выпуски и всегда быть в курсе новинок. Ну а на этом все. Смотрите только хорошее кино и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok